Как избавиться от страха на перехватах? Вот хороший вопрос тоже. Он, конечно, конкретный, но отвечу опять в общем. Перехваты или какие-то любые другие элементы должны делаться осознанно. Это исключительно мой подход, и я никогда не прибегал к чему-то другому. Может быть поэтому мой уровень не так высок, как хотелось бы вам или мне, потому что если я не готов к элементу, если я считаю, что я не сделаю, или что что-то может пойти не так, я его просто не буду пробовать или не буду делать. То есть здесь, во-первых, нужно целеполагание. Если я хочу выучить элемент, то зачем? И в джимбаре вообще существует такая проблема, лично на мой взгляд, в том, что элементы стали несколько улетевшими. То есть если раньше было что-то понятно, было какое-то разнообразие, вот этот вот true style из простых каких-то элементов базовых, то сейчас очень часто я смотрю на джимбар и думаю, ну как бы зачем? Мне этого не нужно. То есть если я ставлю своей целью развитие, развитие себя как личности, развитие каких-то своих навыков и может быть уже второстепенное изучение какого-то конкретного элемента, то приоритет я отдаю тому, что я хочу развиваться дальше. И если я травмирую сейчас, то я не смогу развиваться в дальнейшем. Таким образом, ну я, как правило, перехватные элементы не изучаю. То есть у меня в отчете много элементов перехватных в принципе, но, во-первых, они мне довольно тяжело, потому что они не нравятся. Во-вторых, я вообще считаю их не супер, ну достаточно рискованными для того, чтобы выполнять их постоянно на практике. Если нужно избавиться от страха, то нужно просто отчетливо понимать, нужно ли вам это и насколько. Если действительно чувствуешь себя готовной, сразу берешь и делаешь элемент. Тут, ну, проблем как бы никаких не должно быть, поэтому вопрос про страх я все время как-то деликатно обхожу, потому что я его не понимаю. Готов – делай, не готов – не делай, потому что, ну, будет значительно хуже. Вот хороший, опять же, вопрос в ту же тему, как отношусь к малолетним баристам, которые без серьезного ФП начинают делать серьезные маховые элементы. В принципе, если конкретно мое отношение интересует, то в целом, конечно, негативно, потому что я считаю это, ну, несколько недальновидным таким действием, потому что, ну, это ненадолго. Знаете, таких ребят на моей практике было очень много, то есть я занимаюсь, занимаюсь спокойненько, потом хоп, появляется какое-нибудь чертило, там делает дикие-дикие элементы, делает, 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 хоп, через полгода пропал. И, может быть, это связано с тем, что им там неинтересно становится или еще что-то. Может быть, это связано как раз с тем, что это, ну, нерациональный подход для человека, который хочет развиваться долго и продолжительно. То есть, если вы хотите какого-то развития, если хочется заниматься джим-баром, в том числе с пользой для себя, а не во вред, не для понта, то, ну, естественно, нужно подойти рационально, то есть подготовить тело, а потом уже начинать бешеные элементы делать. Будет, да, легче делать, когда ты прям вообще как стопелька жизненьких, но не настолько это важно, на мой взгляд, насколько важно было бы сохранить и свое здоровье, и возможность к дальнейшему какому-то развитию.